Пробка длиной в обеде на перерыв. Этот контрольно-пропускной пункт сегодня единственная связь между Светлым и Татищевым. Еще недавно местные жители тратили на дорогу не больше 10 минут. Теперь стоят как минимум по часу. КПП, через который шел основной поток машин, закрыли. Мы подъехали к тому, КПП нас не пропускает. Мы подъехали к тому, КПП там такая пробка, что мы не можем забрать. Имея свою машину, мы не можем ей воспользоваться. Галине Морозовой пешие прогулки удовольствия не доставляют. Чтобы дети успели в школу к восьми, из дома приходится выходить в шесть. В похожей ситуации еще почти 18 тысяч жителей поселка Светлый и часть жителей Татищева. Проблемы не только у владельцев машин, но и у пассажиров общественного транспорта. Военный городок автобусы теперь не пускают. Колючая проволока и замок на воротах. Еще совсем недавно без проблем можно было добраться из Светлого до Татищева. Здесь пропускали не только военный, но и гражданский транспорт. Однако 27 апреля новый командир дивизии решил позаботиться о безопасности. И контрольно-пропускной пункт закрыли. Правда, закрытым он простоял совсем недолго. Через пару дней возмущенные жители сломали забор и разорвали колючую проволоку. По официальной версии, закрытие КПП связано с антитеррористической акцией. Но есть и другая версия, неофициальная. Дело в том, что именно здесь находится единственный в районе варек, круглосуточно торгующий спиртным. Закрыв КПП, Комдив решил просто бороться с пьянством подчиненных. Блокадная дорога поселка Светлый. Никогда никаких КП здесь нету, не было. Все открыто. В антитеррористическую версию закрытия КПП в Светлом никто не верит. Говорят, просто новый командир дивизии, его назначили пару месяцев назад, показывает характер. С его появлением в городке вообще произошло много изменений. Такого самоторства я еще не видела. Приходили Комдивы, да, кто-то что-то делал, кто-то созидал. Но это все перекрыть, все закрыть. Зачем Комдив закрыл КПП? Этим вопросом озаботилась и Татищевская прокуратура. Люди в форме недоумевают, на каком основании один человек принял такое решение. Ведь существует инструкция, согласно которой подобные вопросы должны решаться совместно с гражданской властью Светлого. Они знали о том, что он планирует закрывать. Но о том, что он закрыл, он только поставил перед фактом. Так же, как и граждан, проживающих в Зато Светлой. В данном случае нарушаются их права на свободу передвижения. Человек имеет право проживать в городке, имеет допуск туда. Пока нет отклика, нету, да. То есть он принял решение, и он твердо стоит на своем. Но я думаю, что все же мы сможем что-то изменить. Почему? Потому что за нами люди. Пообщаться с главным виновником Переполоха нам не удалось. Командир Таманской ракетной дивизии Леонид Михалап весь день проводил совещание. До 7 часов. То есть сегодня с ней встречаться никак. 7 мая местные жители пообещали устроить митинг по обе стороны закрытого КПП. Претензий к Комдиву набралось слишком много. По словам обитателей Светлого, он даже заставил перекраситься женщин, служащих в штабе, в брюнеток. Блондинки начальнику чем-то не угодили. Ольга Маркова, Александр Королев. Новости. Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова